Всем привет, меня зовут Натан, и сегодня пришло время посмотреть еще один эпизод Фактория в нашей серии «Шаг за шагом к мегабазе». В предыдущем эпизоде мы завершили разработку дизайна первого мегаплавильного завода здесь. Я опубликую чертеж, как только мы построим всю конструкцию целиком, включая все маяки и все остальное. Привет, в самом начале здесь есть небольшое замечание от будущего Натана. Я уже записываю следующий эпизод и решил кардинально изменить дизайн того, что мы делали в предыдущих двух эпизодах, но мы все равно сможем скопировать многие вещи заново. Однако, учитывая кучу твоих комментариев, я решил изменить дизайн, чтобы он стал немного более эффективным и практичным. Ты должен простить меня, но я мыслю с артистическим сердцем, и мне кажется, что это просто красиво смотрится. Однако, учитывая, что мы собираемся построить мегабазу, просто нецелесообразно иметь так много поясов, потому что в конечном итоге это замедлит ход игры. А также для целей плавки также полезно установить восемь маяков вместо двенадцатого. Мне все еще очень нравится дизайн, и содержание сегодняшнего эпизода больше направлено на то, чтобы соединить рудные жилы и уже получать поступающую руду. Так что все эти станции могут быть заполнены до отказа. Таким образом, содержание этого эпизода и все, что мы создали, мы все еще можем использовать. Тем не менее, я собираюсь сделать это немного более логичным, расположив станции по бокам и, конечно же, загрузочные станции сверху. Так что нам не придется делать все ленточные конструкции целиком. Но единственный аргумент, который убедил меня действительно пойти дальше и внести эти изменения, это аргумент в пользу производительности. В конце концов, если мы будем делать все именно так, то нам придется нелегко. Так что я прошу прощения за ту маленькую заминку, когда мы придумали что-то сумасшедшее и грандиозное. Именно это я часто и делаю, когда немного перегибаю палку. Очевидно, что это все равно будет огромный модуль, потому что схема печей не изменится даже при установке восьми маяков. Она действительно немного изменится с точки зрения того, чтобы сделать ее более узкой. Так что вот это измерение прямо здесь станет короче, но измерения справа и слева останутся прежними. Но учитывая все это, я надеюсь, что тебе понравится сегодняшний эпизод, а я вернусь к прошлому Натану. В сегодняшнем эпизоде я подумал, что мы могли бы продолжить и уже запустить часть этого процесса. У нас уже почти готовы все эти печи здесь с правой стороны. Мне просто нужно установить пару маяков, и тогда все будет готово к подключению. Кроме того, нам нужно подумать о продолжении наших рельсов, а также, возможно, убрать необходимые секции. Если ты подумаешь об этом, то на этом пути никогда не будет поезда прямо здесь, потому что поезда, идущие с этого участка, будут вынуждены двигаться по среднему и нижнему участкам. Поезда, которые хотят выйти прямо здесь, будут делать это только в этом месте. Так что прямо здесь никогда не будет поезда, а значит и на этом участке тоже никогда не будет поезда. Но мы можем подумать об этом позже. То, о чем я хочу подумать прямо сейчас, это способ передвижения вверх и вниз, и я специально выделил этот квартал для этой цели. Так что без лишних слов я собираюсь пройти сюда, и мы продолжим движение по рельсам в этом первом участке, но я должен избегать озера и все такое прочее. Я тоже решил, как я хочу продолжать это дело. Прямо здесь будет медиплавильный завод, а затем столеплавильный завод прямо там. И да, это означает, что нам придется переместить эти солнечные батареи. Но я также намерен заполнить эту область солнечными батареями. Первое, что, как мне кажется, мы можем сделать, это просто продолжить это прямо сейчас. И, боже мой, эта дорога, конечно же, должна была вести в лес. Я думаю, просто отвернись. На самом деле это гораздо веселее, чем я ожидал. Постепенно я начинаю немного лучше понимать людей в аватаре. Отлично, теперь, когда с этим покончено, давай очистим эту плитку. Я хочу продолжить свои рельсы до самого конца, а затем, я думаю, мы захотим сделать что-то подобное в этом направлении. Это просто должно быть в центре, и тогда мы сможем подумать о том, как мы хотим сделать перекресток. И не волнуйся, это не тот самый перекресток. Я просто планирую все прямо сейчас. Так что тогда это будет наша главная линия, идущая вверх и вниз, и это также будет первый перекресток, который нам нужно будет сделать, чтобы добраться до этих трех месторождений железа. Так что давай без лишних церемоний установим сетку здесь, а затем установим еще одну сетку с радаром, и мы просто продолжим двигаться в этом направлении. Теперь здесь наверху нам, очевидно, понадобится небольшая свалка мусора. Возможно, у меня действительно есть что-то с собой. Нет, я снова выбросил это на свалку. А пока давай выбросим наши ремни, а также купим побольше рельсов, и, конечно же, свалим их на свалку. Прямо здесь у нас есть много чего для строительства, в том числе и маяки. И к настоящему времени у нас также есть довольно много скоростных модулей, хотя я думаю, что только что израсходовал их. Хорошо, а теперь давай начнем думать об этом перекрестке. По сути, я хочу, чтобы поезда, которые хотят ехать по правой стороне, пользовались внешней полосой движения. Поезда, которые хотят ехать прямо или по правой стороне здесь, это зависит от того, в какую сторону ты смотришь, но ты понимаешь мою основную суть. Они должны быть на внутренних рельсах. Если мы применим это на практике, давай посмотрим, что у нас получится. Так что мы могли бы сделать что-то в этом роде, чтобы соединить все грани. Это также означает, что с этого момента у них больше не должно быть возможности двигаться прямо. Таким образом, этот рельс, по крайней мере, в какой-то степени устраняется. На самом деле он полностью устраняется, потому что поезда, следующие с этой стороны, также должны использовать внешнюю полосу движения. Это означает, что мы также должны иметь возможность избавиться от всех других рельсов здесь на внутренней стороне, включая те, что расположены здесь в горизонтальном направлении. Хорошо, теперь это уже выглядит намного проще. Тогда мы выходим со второго рельсового пути. Давай посмотрим, я оставлю один свободный путь, а затем, начиная с этого момента, мы поднимемся туда. Так что теперь поезда действительно могут выбрать правильную сторону. У нас все еще должно быть достаточно места, чтобы разместить здесь поезд. Нет, на самом деле у нас нет такого места, так что я собираюсь перенести это обратно. Давай возьмем за ориентир вторую линию электропередачи здесь, и это будет то место, где мы будем двигаться вверх. Тогда у нас определенно останется достаточно места, чтобы здесь мог разместиться целый поезд. Так что теперь нам нужно применить ту же логику к другой стороне здесь, а затем проделать то же самое сверху там и снизу там. Затем мы можем проделать то же самое здесь, с другой стороны, чтобы сделать это как бы симметричным «давай же». И это позволит поездам, которые двигаются здесь вправо, двигаться по центральному рельсу. Так что я собираюсь сделать то же самое и для каждой стороны. Так вот, если мы представим себе поезд, идущий с этой линии, то нам, вероятно, не понадобится эта линия, и тогда он может перейти на правую сторону. А затем решить, ехать ли ему прямо или по центру линии. Если дорога пойдет прямо, то придется пройти весь путь до самого верха. А это значит, что я лишу тебя возможности ехать прямо. Тем не менее, поезда все равно смогут приходить из другого направления, если у них есть лучший способ добраться туда со своего склада. Но да, по сути, это означает, что вся эта линия здесь больше не нужна и, вероятно, не станет необходимой до того момента, когда у нас появится еще одна линия. Что-то происходит. Да, так что все это может продолжаться, и тогда поезда либо пойдут прямо сюда, либо тоже поднимутся вверх. И это тоже это означает, что этот рельс устарел. И, конечно же, это упростит всю историю с сигнализацией, и рельс устареет еще довольно долго, возможно, в прошлом году. Даже в этом пункте. Я собираюсь подать сигнал на этот перекресток, как только узнаю, что происходит вокруг него, и как только у нас появятся первые поезда. Для очень длинных переходов, где у нас есть только прямые рельсы, на самом деле не стоит иметь четыре рельса, потому что поезда всегда назначены для движения. В определенном направлении. Нет, я опять напортачил, выбирая эту долбаную свалку. И, святая корова, ребята, что вы здесь делаете? Отойдите с дороги. Да, да, да. Вот здесь действительно хорошее место для добычи сырой нефти. Честно говоря, я не хочу все испортить, но где же мы проведем нашу горизонтальную линию? На самом деле мы не можем сделать это прямо здесь, хотя так было бы немного удобнее. Подержи телефонную трубку одну секунду. А что, если я положу это сюда? О боже, только не говори мне, что у меня действительно есть для этого места. Вау, ребята, возможно, мы что-то придумали. А что, если у меня прямо здесь есть поручень? Я имею в виду, что ничего не имею против этого. У нас здесь не будет никаких станций. Просто это очень удобно, и тогда мы сможем найти здесь какую-нибудь станцию, чтобы забрать эти три весла. Давай перепишем здесь ровно один квартал, чтобы я знал, о чем говорю, и мы начнем планировать это дело. Так что выкладывай все до конца. Давай посмотрим, нам нужна еще одна сетка, тогда я смогу продолжать в том же духе как можно дольше. А теперь посмотри на это, пожалуйста. Тогда это будет мой второй перекресток. А теперь, собственно говоря, давай, может быть, действительно скопируем перекресток, который мы только что построили. Я могу скопировать эту часть. Возможно, мне придется переделать ее заново, как только мы действительно засыплем озеро. Но вот и все. Вот тут-то все и начинается. Это просто замечательно. Так что, на мой взгляд, если только мы действительно не построим что-то здесь, с правой стороны, эта внешняя дорожка абсолютно не нужна. Но я собираюсь убрать только те дорожки, которые, как я абсолютно уверен, нам не понадобятся. Так что до тех пор, пока я здесь ничего не построю, я просто буду держать это здесь. Но если, возможно, мы в конечном итоге построим солнечные батареи без необходимости в железнодорожных станциях, я уберу наружный рельс. И я думаю, что для разнообразия здесь, так как я ничего не собираюсь с этим делать, я просто сохраню весь лес нетронутым и удалю только то, что мне нужно. Чтобы. На самом деле меня не стоит обманывать, потому что прямо здесь произошел сбой. Очень мило с твоей стороны. Мне действительно удалось это сделать. Может быть, я, да, пропустил некоторые моменты, но мы находимся на одной высоте с венами, так что, возможно, мы сможем подключиться к ним прямо сейчас. Давай доставим сюда наш планировщик аванпостов, и мы хотим использовать, ну, все типы ремней безопасности. Мы хотим, чтобы это было максимально эффективно. А также избавься от опор электропередач. Мы хотим в конечном итоге доставить наши товары на юг, и, вероятно, это уже все. Планировщик аванпостов, давай сделаем вот что. О, да, это будет непростая задача. У нас много-много поясов. И, возможно, в ожидании повышения эффективности добычи полезных ископаемых, нам стоит просто использовать все синие пояса. Я в этом не уверен. В любом случае, мы собираемся сделать то же самое здесь. Я думаю, мы можем просто смириться с этим. Нам ничего не мешает. Сделай так, чтобы все это было построено. Похоже, у меня осталось не так уж много материалов, но мы просто зайдем на базу и купим еще немного. Так вот, на самом деле мне мешал столб электропередачи, так что мне придется самому кое-что починить. Я также планирую проложить здесь третью жилу, а также вот эту, которая может быть обращена на юг. И точно так же у нас запланированы три огромных аванпоста. Это очень поможет нам в самом начале. Затем я также смогу установить балансировочный механизм в шарнир для каждой из этих станций. Так что еще один балансир находится прямо здесь. И с этого момента мы просто продолжим работу с синим поясом. Я бы сказал, что мы собираемся построить две погрузочные станции для этих трех лопастей, и если нам повезет, мы сможем просто сделать что-то подобное. Мы могли бы пойти дальше и скопировать это заново. Однако мне не понадобится заправочная линия. В любом случае, давай скопируем две станции. И я думаю, что мы хотим, чтобы они были такими же, как и другие наши станции. Так что же мы сделали? У меня вообще есть для этого место? Возможно, оно у меня действительно есть. Я думаю, что нам нужно быть немного более либеральными в отношении станций для Вен, потому что они просто разбросаны повсюду, и иногда было бы удобнее сделать это прямо здесь, например. Знаешь, что я думаю, что сделаю по одной станции для каждой руды, и тогда мы сможем устроить перекресток где-нибудь здесь наверху. Так что это все равно будет наша главная линия, идущая вверх. И это означает, что я могу использовать все это пространство временно, по крайней мере до тех пор, пока все эти жилы не будут израсходованы. Это значит, что я могу начать подниматься сюда. Мне просто нужно кое-что посмотреть. Так что мы будем двигаться от внутренней линии прямо туда. На самом деле, мне нужно было сделать это на один день раньше. Мы поставим его прямо здесь, а затем прямо в этом месте двинемся вверх. Хорошо, в этом есть смысл. Теперь это в основном тот же принцип, что и здесь внизу. И вместо того, чтобы идти прямо к станциям, мы просто войдем в различные места для весел. Так что мы добавим что-то вроде этого для первой станции, может быть, поднимемся на этом месте, и тогда нам понадобится достаточно места для двух вагонов. Мы можем скопировать один из этих проектов, и затем разместить его достаточно далеко, чтобы когда мы разместим здесь еще один сигнал, мог поместиться еще один целый поезд. Мы можем переименовать это место в загрузка железной руды, и я хочу установить ограничение на количество поездов в два раза. Так что это будет наша первая станция, нижний рельс, которая тянется до самого конца, я не знаю, но думаю, что прямо здесь так же хорошо, как и в любой другой точке. А потом мы проделаем те же самые проделки, что и прямо здесь. Так что это будет именно эта часть, что-то в этом роде, хорошо? Затем этот поезд пойдет вниз, а другой вверх. И тогда мы сможем построить прямо здесь еще одну станцию, которая будет практически такой же. На самом деле, на этом поезде у нас может не хватить места для двух поездов. Это немного рискованно, так что я собираюсь повернуть балансировочный механизм. Тогда, если мы попытаемся добавить это куда-нибудь, давай посмотрим, хватит ли у нас места для еще одного. Похоже на то. Но тогда это все равно означает, что это самая ранняя часть, по которой мы можем спуститься, и вместо этого нам придется присоединиться к этому рельсу. Это также означает, что перекресток придется переехать, но благодаря моим роботам все это не составит труда. И если мы правильно помним нижнюю часть, то теперь нам не нужен этот верхний рельс, потому что все это теперь принадлежит шахтам. Так что осталось сделать только одно, вот это. Мы можем пойти дальше и сделать что-то в этом роде. Передвинь все это полностью туда, где нам нужно, а именно вот сюда. А затем мы соединим этих парней вместе. Это замечательно. Затем мы можем добавить сюда еще одну железнодорожную станцию, и это должно быть хорошо, потому что это, по сути, выделенная линия для этой вены. Давай убедимся, что линии уже подключены там, где это необходимо, а затем я также подам сигнал на эту станцию. По одному сигналу, да и после, а затем, если мы захотим, мы можем время от времени устанавливать сигнал на этом единственном треке. Затем я настрою цепочку сигналов прямо здесь, а также дай мне посмотреть, да, возможно, здесь. Еще один сигнал прямо здесь, а затем, наконец, появится нормальный сигнал для завершения пересечения. Я также собираюсь просигналить вот здесь. Так что, может быть, для того, чтобы все стало немного понятнее, мы просто временно уберем деревья с дороги, установим здесь цепной сигнал, поставим еще один перед этим перекрестком. Тогда мы не сможем разместить здесь целый поезд. Так что я оставлю это в покое. Но у нас может быть один сигнал здесь, а другой там, если мы действительно захотим. Поменяй сигнал прямо здесь и сейчас. А теперь давай посмотрим, мне нужен один сигнал здесь, и о-о-о, на самом деле здесь недостаточно места. Да, если у меня прямо здесь есть рельсовый сигнал, то я не смогу вместить туда целый поезд. Я действительно думал, что у меня будет достаточно места, чтобы установить здесь сигнал, но это было глупо. Дай мне подумать, может быть, я смогу сделать что-то сумасшедшее, учитывая, что это все равно временный участок. Я должен быть в состоянии сделать что-то подобное и просто удлинить этот трек. Я знаю, что это не очень красиво, но ты же знаешь, что это просто жилка. Как только она исчезнет, она исчезнет сама собой. Это более мощная взрывчатка. Спасибо тебе. Конечно, это рафинированные горючие вещества. В любом случае, теперь я могу настроить сигнал, а затем здесь может подождать вспомогательный поезд. Это уже должно сработать. Поставь еще один железнодорожный сигнал там, может быть здесь. У меня тоже могут быть два поезда, ожидающих здесь. Хорошо, это было бы еще одним решением, но сигнализировать тоже не так-то просто. Я испытываю некоторые искушения. Да, я собираюсь полностью переделать этот проект, но посвящу ему один эпизод. Я думаю, что это действительно стоит того, чтобы понять это правильно, а потом мы сможем просто скопировать и вставить это обратно. А сейчас я бы хотел, чтобы мой первый поезд отправился в путь. Так что мы просто подадим ему сигнал таким образом, чтобы он работал в том единственном направлении, в котором мы движемся. Все в порядке, мы готовы завершить это дело. Я захватил с собой немного твердого топлива, которое я готовил на заднем плане, и похоже, что там есть не хватает только одного соединения, которое должно быть соединено с железнодорожной станцией. Мы будем включать или отключать его в зависимости от количества твердого топлива, которое у нас есть в данный момент. И на самом деле я думаю, что мне нужно сначала подключить это устройство к столбу электропередачи, а затем вот сюда. Итак, наведя курсор на столб электропередачи, мы видим, что в настоящее время здесь находится 4,2 предмета. Учитывая, что многие из этих сундуков наполовину пусты, я бы сказал, что мы будем стремиться к отметке ниже 5000. Это означает, что мы, вероятно, сможем установить этот показатель здесь до 20000. А теперь давай проследим за рельсами и просто убедимся, что поезда прибудут безопасно, сигнализируя обо всем, что мы еще не сигнализировали. Я просто собираюсь сделать рельсы, которые в настоящее время будут использоваться, и указать, что некоторые рельсы не будут функционировать, я просто собираюсь сделать вот так. Было проведено еще одно исследование, посвященное физическому повреждению. На самом деле я не использую это в данный момент, но это самое дешевое исследование, которое у нас есть на данный момент. Теперь я собираюсь переделать здесь перекрестки и оставить гораздо больше места, позволив этому рельсу развернуться намного раньше, что-то в этом роде. И это даст мне гораздо больше места для выполнения внутренних работ здесь. Но я хочу немного спланировать это для одного эпизода, чтобы не слишком напрягаться. Я также не хочу просто копировать дизайн. Мне просто очень нравится придумывать правильный дизайн, но мне нужно подумать об этом без записи на самом деле, возможно, в моем тестовом мире. Так что на данный момент, поскольку нам нужно думать только об одном направлении, я просто сделаю это. И это означает, что мне нужно только подать сигнал, например, в этой части. Вот это действительно очень хороший пример того случая, когда вы хотите установить еще один рельсовый сигнал. Например, прямо здесь, если у меня есть поезд, идущий прямо, то другим поездам, идущим прямо, придется подождать. Но если я установлю там еще один цепной сигнал, то поезда, идущие прямо, не будут мешать этим парням. И мы могли бы даже продвинуться в этом вопросе еще на шаг вперед. Теперь поезда на этой и этой линиях также не будут мешать друг другу. Вот и хорошо. Теперь теоретически это должно быть функционально. Я должен иметь возможность размещать свои поезда на станции, загружать железную руду. Пустой груз и бездействие. Он уже более или менее заправлен. Давай отправимся на станцию. Он действительно находит дорогу, так что это хорошо. Он собирается отправиться на эту станцию, чтобы загрузить руду, и благодаря твердому топливу это будет немного быстрее. И, конечно же, это станет еще быстрее, как только мы добавим ракетное топливо или ядерное топливо. Но вот мы начинаем, похоже, у нас все получается. Теперь мы можем организовать 6 поездов, по 2 на каждую рудную станцию. Теперь мы видим, что это место заполняется довольно быстро. Да, только посмотри на это. Все эти вставщики стеков работают на меня, практически полные ремни, и это уже полный поезд. Теперь он возвращается и тоже находит обратный путь. Да, я думаю, что эта концепция прекрасно сработает. Открывай, это будет только на первой станции, но давай посмотрим на процесс разгрузки. И вот мы начинаем, мы получаем полный ремень безопасности. Как чудесно. А сейчас руда доставляется наверх, и она переваливается через борт. Да, только представь, как это будет выглядеть потрясающе, когда мы все это засыплем. Отлично. Я собираюсь организовать еще один поезд, чтобы их было как можно больше. Прямо сейчас мы можем сделать только два поезда. Давай я скопирую это и вставлю прямо сюда. Подожди, пока немного подольется горючее, и тогда ты тоже сможешь ехать. Какую станцию ты выбрал? Вон там находится верхняя станция. Как интересно. Я думаю, потому что этот человек уже был занят. Так что теперь нам нужно еще четыре поезда. Это будет довольно сложная задача. Давай быстро вернемся назад, чтобы успеть на последние поезда, а потом нам понадобится еще куча маяков. Но после этого мы будем готовы. Только посмотри на это. Руда уже там. Конечно же нам все равно понадобится целая куча скоростных модулей. Что я могу сказать? Я могу это сделать, но кроме того, я возьму с собой еще немного твердого топлива. Может быть заодно заправлю и спайдертрон. Хорошо, следующий поезд уже готов к отправлению. Я пойду вперед, поставлю следующий поезд на место, перепишу это, и ты тоже сможешь ехать. Сколько поездов у нас еще осталось? Пока что у нас четыре поезда, так что давай поставим еще два. Вот и все, можешь ехать. А теперь на самом деле остановка отключена, потому что у нас действительно достаточно времени. Если подсоединить это устройство к столбу электропередачи, то получится 24 часа, дай-ка я посмотрю. На самом деле это совсем не так уж плохо. Мне кажется, что это немного чересчур. Да, давай снизимся до 15. Хорошо. Это значит, что мы можем начать переписывать это еще на несколько станций, а затем добавим еще один последний поезд. Возможно, мы могли бы добавить еще больше поездов, не засоряя систему, но вот и все. Сейчас заполняется вторая станция. Сейчас я просто скопирую это сообщение на все станции, и это означает, что они могут постепенно заполняться. Теперь у нас уже есть пример того, как два поезда въезжают на одну и ту же линию. Интересно, что произойдет, если станция отключится, а второстепенный поезд все еще прибывает. Вау, посмотри-ка на это. Мне это просто нравится. О, это потрясающе. Хорошо, а теперь пришло время подключить плавильную часть. Так что я собираюсь добавить сюда дополнительный шест, чтобы закрепить все это, а с другой стороны уже должна была начаться плавка. Да, мы действительно можем видеть, как некоторые линии здесь движутся, конечно, еще не на полной скорости, потому что нам не хватает модулей. Но мы надеемся, что сможем добавить некоторые из них. Подробнее прямо сейчас и просто постепенно завершайте эти первые четыре строки. Они уже спускаются вниз и готовятся к тому, чтобы их забрал поезд. Оглядываясь по сторонам, я вижу, что все поезда уже готовы к отправлению. Если бы мы захотели, то могли бы добавить еще несколько поездов, по крайней мере столько же, сколько у нас есть станций. Честно говоря, это было бы действительно интересно, и в зависимости от того, как быстро мы действительно добудем этих ребят, это даже будет стоить того. Если мы посмотрим на потребляемую мощность, то увидим, что маяки уже являются главным потребителем электроэнергии. Так что это оказывает сумасшедшее влияние, и, возможно, стоит подумать о том, чтобы все-таки удалить их. Как будто мы могли бы завершить весь массив без маяков и просто добавить их, когда у нас действительно будут модули скорости. Да, давай я действительно избавлюсь от них. Я думаю, что нам будет гораздо больше пользы, если мы просто завершим весь массив плавки без них. И как только мы получим доступ к материалам, мы начнем массово создавать скоростные модули. Знаешь что? Я думаю, что, возможно, стоит составить план этого белого списка. На данный момент мы просто хотим убрать маяки. Так что, если я это сделаю, все маяки должны исчезнуть. Только посмотри на это, все станции уже заполнены людьми. Это действительно здорово. Отлично, в качестве последней зацепки я попытаюсь закончить весь этот набор, и тогда, надеюсь, мы сможем увидеть, какое-что будет выплавлено. Но давай продолжим и сделаем это. И теперь некоторые линии должны начать двигаться с приличной скоростью. Я, вероятно, взял с собой недостаточно материалов. Давай просто посмотрим, как далеко мы продвинемся. Я вижу какое-то движение повсюду. Это хорошо. И, боже мой, у меня уже снова закончились подземные пояса. Но мы действительно видим здесь какое-то движение в движении поездов, и некоторые станции уже открываются. Я также наблюдал, что происходит, если какая-то станция закрывается, а затем поезд просто автоматически отправляется обратно. Даже в середине пути он просто пытается развернуться. Теперь мы видим, что станция закрыта. Однако этот поезд все еще опустошает свой груз. А что делает следующий поезд? Он продолжает движение. Неужели он просто проедет мимо станции прямо сейчас? Да, судя по всему, теперь он просто возвращается назад. Это определенно любопытно. Я рад, что мы разобрались с этой неприятной ситуацией. Мы сможем добавить медный элемент прямо здесь. Я позабочусь о том, чтобы наполнить озеро водой. Но в остальном, как только мы получим эту запись, ее будет легко скопировать заново. Я просто хочу проверить одну вещь. У нас есть 5000 подземных поясов, 8300 поясов и множество других вещей. Так что я бы не сказал, что это дешевый модуль, но я бы сказал, что его хватит на довольно долгое время. Пока нам действительно не придется строить второй модуль для каждого из материалов. Но теперь, когда с этим покончено, я, вероятно, собираюсь заняться еще какой-нибудь охотой натворить теперь, когда мы действительно загрязняем окружающую среду в другом месте. А теперь я тоже собираюсь вернуться на базу. В следующем эпизоде я, возможно, захочу придумать дизайн, который позаботится обо всех жидкостях. Если мы еще раз взглянем на этот список, то все эти жидкости я хотел бы изготовить в другом месте. Я мог бы даже заняться изготовлением пластика в этом месте, потому что нам просто нужен уголь, а затем нефть, которую мы уже производим там. А потом, я думаю, нам понадобится уголь для получения серы. Нет, на самом деле нам это не нужно. В любом случае, возможно, будет проще производить пластик в том же модуле, что и другие жидкости. Я ничего об этом не знаю. Нам ведь больше ни для чего не нужна нефть, верно? Это действительно интересно. Если исключить пластик из уравнения, то нам не нужна нефть. Я думаю, что это будет здорово. Давай проведем еще одно исследование. Найди еще более мощную взрывчатку. Я возьмусь за это в любой день. Но да, раз уж об этом зашла речь, большое тебе спасибо за то, что ты наблюдал за нами. Я действительно надеюсь, что тебе понравился сегодняшний эпизод. Желаю тебе отлично провести время и увидимся в следующем эпизоде. Пока-пока.